улыбается я думаю мы там себя засчитали оппозиционера запомни и иногда может быть так себе дальше где кто-то пожалеет а кто-то не пожалеет например я тебя не пожалеет представляешь так что вот такая хуйня люби хлопчики девчата а то же ты дурочку включила и думаешь блять подховаться под украинскую войну российскую как бы оппозиционер да не так не будет не будет не будет все раньше сосали все правильно сосали правильно обсасывали правителя своего так не будет не 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 оппозиция ваша не прокат здесь ну а ты можешь поулыбаться ты посмотришь ты посмотришь говорю тряпку себе эту в жопу засунуть в жопу себе можешь засунуть свою тряпку эту понял это тряпка это триколор это тряпка и тряпка такая же как и ты тряпка ёпты тряпка специально чтобы ты у тебя у тебя у тебя у тебя нету своего слова у тебя нету своего слова ты шлюха под ватсом понимаешь ты под ватс уходишь ты обычная блять проститутка что ты можешь сделать кому ты что ты можешь покажи себя что ты можешь сделать кто ты такой просто взять и завалить на только смысла нету тебя валить это мелочь ёбаный валить будем покрупнее рыбы ты а ты а ты а ты будешь там себе до кого ты можешь валить смотри ты простой дальнобойщик который работает в эстонии вот и сейчас выпил причем тебя развезло с пива выпил пиво и потерял вообще человеческий вид вышел сюда в рулетку ты думаешь что ты но просто супер герой просто супер герой на самом же деле на самом деле на самом деле ты выглядишь как скотиняка вот реально понимаешь у тебя человеческого очень мало осталось ты ведешь себя как неандерталец понимаешь как будто ты только что вылез из пещеры не очень жалко очень жалко что такие люди вообще выходят в рулетку и позорят свою нацию но к сожалению последнее время это так и можешь кричать и можешь психовать и можешь показывать все свое днилое нутро печальное зрелище это просто печальное зрелище я вообще не понимаю но если ты выпил если ты выпил не выходи в рулетку потому что ты не контролируешь себя ты не контролируешь свои эмоции и ведешь себя вообще отвратительно и на человека уже перестал быть похожим просто и самое интересное что вот он ведь реально считает что он крутой реально считаешь что он крутой и кому-то что-то здесь доказал кому-то что-то показал на самом деле он просто показал свою невоспитанность свою зомбированность и свою агрессию понимаете так что вот все говорят что в рулетке очень много маргиналов да очень много маргиналов вот пожалуйста один из таких маргиналов он вообще не понимает что происходит представьте себе вот это человек который вот в таком состоянии завтра сядет за руль я больше чем уверен что он не сможет быть адекватным водителем после такого количества алкоголя он не сможет быть адекватным водителем и вот именно такой человек будет кататься по дорогам евросоюза и будет представлять собой опасность для других жителей но это печальное зрелище конечно давайте я сейчас включу его звук еще послушаем что он там орет Sun tampoco вообще не понимаешь о чем-то говоришь общее не понимать понимаешь Werik Вот этот вот человек, который дошел до, ну не побоюсь этого состояния, до животного состояния, то есть вот этот человек, который сидит, который пьет вот крепкий алкоголь, да, прямо из бутылки, начинает рассуждать о какой-то смертности, рассуждать о политике. Он просто не может даже сидеть на месте, потому что у него психическое расстройство, и оно еще усугублено употреблением алкоголя. — Ты расскажи, блядь, про свои достоинства, своей страны лучше. Чего вы там, сука, отбили? Чего добились, блядь? О, про вот это, сука, расскажи! Ты не рассказывай, кто... Вот о чем рассказывать этому человеку? Потому что вот который живет, он же живет... Не, я, конечно, хорошо отношусь к дальнобойщикам, потому что прекрасно понимаю, что это тяжелая работа, понимаю, что это тяжелая, трудная работа, которая влияет на здоровье. И вот этот человек, который живет в кабине грузовика, который живет, но, можно сказать, в собачьей будке, рассказывает про какие-то политические моменты. Я вот говорил о том, что дальнобойщики и таксисты, они в большинстве своем считают, что они разбираются в политике, разбираются в спорте, разбираются в экономике. Это все обманчиво. Он вот едет в течение своего рабочего дня, включил радио какую-нибудь интересную ему волну, и слушает, да? И вот то, что ему по радио сказали, он потом начинает это транслировать. А вот этот вот Крендель слушает пропагандистские каналы. Он даже не понимает, где и когда вот эти вот шаблоны, которые накидали ему вот в голову, применять. У него просто вот столько количества шаблонов в голове, вот этот вот там, у него происходит каша. Вот эта каша перемешивается, потом на поверхность вылезает шаблон, который он и выкидывает через свой черный рот. Даже не понимаю, к месту это, не к месту. Обводи себе нос, баклан. Понял? Типу жила ты, блядь. Баклан, ты победа. Ты мне будешь, сука, по мне рассказывать. Я тебе расскажу. Я как раз тебе и расскажу. Все, кто ты есть, я тебе и расскажу. Когда не хватает аргументов, когда не хватает аргументов, вот идет оскорбление. То есть, понимаете, он считает, что если вот так вот через экран он меня оскорбит, то этим самым он станет выше и выиграет в этом споре. Ввиду своего слабого интеллекта, он не понимает, что это работает не так. Это работает совершенно не так. Я его заблокирую, пожалуй. Он уже много наговорил. Это, конечно, уникальный кадр. Это говорит это Это работает не так. Это нравится. Продолжение следует...